Всем привет! Я на рыбалке с поплавочной удочкой. Пришел совсем ненадолго на разведку, буквально, наверное, на полчасика. Вон, видите, солнце уже садится. Приехал сегодня в Краснодарский край. Уже поздно, дело к вечеру. И вот решил все-таки выйти, проверить, что тут как. Сижу, наверное, минут 10. Ветер сильный дует. И не получилось сразу начать снимать видео. Поймал уже две плотвички и двух окушков. Ловлю на улитку. Но окунь, кстати, на улитку очень неплохо реагирует. Не хуже, чем на червей и прочие подобные насадки. Вот поймал еще одну плотвичку, совсем мелкую. Опарыши нацепил. В общем, опарыши сразу теребит всякая мелочь, поэтому не то. Опарыш здесь прям не очень. Буду ловить на улитку в конце августа и сентября. Это вообще здесь лучшая, на мой взгляд, наживка. Да, вот такой вот окунь нашел мою улитку. Окунь здесь очень бледный. Вообще прям полосок практически не видно, как такой полудохлый. Ну, вот такая вот расцветка. О, хорошая поклевочка. И это опять супер окунь. Уже несколько окуней поймалось. Обычно у меня здесь за весь сезон столько попадается здесь, потому что окунь весь сдох. О, опять плотвичка. Сначала, как только пришел, сразу же прям были поклевки плотвы. Потом начал ловиться окунь. Опять такое затишье попалась плотва. Ну, раз такое дело, можно еще немножко подбросить прикормки. Может быть, что-нибудь сейчас подойдет. Положил поплавок. Нормальный карасик. Ну, нормальный по здешним меркам. Хороший такой ладошечный толстячок. Сразу же схватил улитку. Ненавижу, когда ветер здесь дует. Ловить вообще невозможно ни на что. Нормально. Ну, ловить возможно, но это очень некомфортно и неприятно. Получается, подбросил прикормку и буквально 3-5 минут прошло. И вот клюнул карась. Вот такая вот рыбина. Видимо, в этом году будет мелкая плотва здесь ловится. Ничего с этим не сделаешь. Она вот бывает здесь более-менее размер. А бывает вот куча вот такой вот мелкой. И вот он, второй карась. Вот такой вот. Не ожидал я, что за такую спонтанную и очень короткую рыбалку удастся более-менее что-то поймать. Можно еще бросить прикормки. Такая вот прикормка у меня сегодня. Опа, еще один. А это окунь. Чувствую, как-то он просто в сторону ведет. Вот такой вот бледный. Вообще полосок почти не видно. Прикормку я сегодня тоже сделал на скорую руку. Основа молотое зерно. Там вроде как пшеница и ячмень. Точно даже не знаю. Хлеба добавил пару кусков. Пару печенюх. И опять точно такая же. Вот недавно еще прикормки подбросил. И в первую очередь на прикормку реагирует именно вот эта вот самая мелкая плотва. Прям сразу вот пару штук. Чуть позже может быть что-то покрупнее. А потом уже может быть карасик, когда это угомонится. Ох, что-то сразу же при подсечке сорвалось. Положила поплавок. Есть еще одна плотвичка. Начало восьмого, а уже ничего не видно. Почти что поплавок вижу. Но вот еще минут десять и все. Не знаю, стоит ли цеплять светлячок. Вроде есть у меня с собой. Опа. Карасик. Положил поплавок. Вот он. Ну, наверное, это было ответом на мой вопрос. Светлячок цеплять надо. Хотя полчаса, час максимум клевет в темноте. Потом клевать уже ничего не будет. Ну, зато погода затихла. Можно, по крайней мере, спокойно в тишине посидеть, покормить комаров. Улетела плотвичка опять мелкая. Совсем они мне надоели. Надо, наверное, как-то ее отсекать. Делать прикормку другую. Чтоб она не распылялась и ложилась на дно. Чтобы пробовать ловить карася больше. Карась все-таки клюет. Буквально за короткий промежуток времени удалось мне поймать. Сколько там? Три штуки, по-моему. Это неплохо, потому что здесь бывает вообще карася поймать не получается. А там лебедь вдалеке, что ли. Вон он на той стороне купается. Сейчас пару забросов вроде не клюет, не знаю. Ну, может, что-то еще поймаю. Торжественный процесс ломания светлячка. Вот такой вот есть. И на первом же забросе карась. Вроде бы покрупнее, чем предыдущий, да. Надеюсь, нормально его смогу поднять без подсака. Ох! Во! Вообще здоровский карась. По местным меркам, это просто гигант. Отвалилась опять мелкая плотвичка была. Только что прикормку бросил. И вот она через минутку клюнула. Есть еще одна рыба. И опять такая же ерунда. Еще одна и опять такая же есть. И это карась. Думаю, ничего не видно. Но вон, попробую подсветить. Вот он. Вот такой вот красавец. Дождался я его. Как только совсем стемнело, клев сразу прекратился. Достаточно долго ждал. И все-таки один какой-то заплыл. Ну, эта ерунда никуда не делась. Опять такая же мелкая плотва. Вот такой вот карасик. Прям сходу схватил нападение улитку. Ну все, еду домой. На велике я сегодня приехал на рыбалку, чтобы побыстрее. Хотя мешочком здесь можно дойти. Что сказать? Ночью больше не клевало. Ну, в очередной раз. Не знаю, напишите в комментариях, ловите вы ночью карася или нет. Потому что от многих вроде слышу, что ловят. Но я лично убежден, что ночью карась особо не клюет. Вот как только начинает темнеть, когда еще не совсем темно, клев есть. Когда темнеет полностью, то может быть еще минут 20 максимум клюет и все. Рыбалкой я доволен. Ненадолго пошел такой разведочный выход. И достаточно много удалось поймать для такого небольшого промежутка времени. Будет еще много рыбалок с этого отпуска. Поэтому подписывайтесь на канал. Поставьте лайк под видео. Всего доброго. До новых встреч.